До начала вступительной кампании в вузах остались считанные дни в приемной комиссии. Поступают заявления, они в свою очередь обрабатывают анкеты. Какие перемены ожидают абитуриентов в Дагестанской медаказемии? И на что нужно обратить особое внимание, узнала Фатима Газалиева. Если раньше победители и призеры школьных олимпиад имели безусловное преимущество при поступлении в вузы, то с этого года они обязаны подтвердить свои знания, сдать ЕГЭ по профильным дисциплинам. Минимум баллов, которые должен набрать абитуриент, устанавливается в вузам самостоятельно, но он должен быть не менее 40. На сегодняшний день сдано 1343, дело на лечебном факультете, педиатрия около 1000, стоматология более 500, медпроф более 170, формация более 137. Понятия целевого направления теперь нет, оно заменено целевым обучением и целевым приемом. Если раньше абитуриент мог получить направление из района, то сейчас ему нужно самому пойти в профильную организацию и заключить договор о целевом обучении. Словом, если выбор пал на медицинский, заключается контракт с винтравом или больницей. Затем организация направляет письмо в вуз с предложением заключить договор о приеме на этого абитуриента. С одним условием, дипломированный специалист будет обязан трудоустроиться в этой организации. Единственная проблема, многие за время учебы уже обустроились, не хотят ехать в район. Вот воздерживается, нет, если можно оставьте здесь. Министр говорит, ну где я могу вас всех устроить в городе Махачкала. Да и вы поступали по договорам многие не с условием, что вы останетесь здесь, а поедете к себе в район родной, в родное село, в родной город Республики Дагестан и будете оказывать эту помощь. На сайте вуза уже обнародована подробная информация. В Дагестанской медакадемии призывают не устраивать ажиотаж вокруг приемной комиссии, заполнять анкеты самостоятельно, получать справки для медкомиссии в надежных учреждениях и не пользоваться услугами посредников. Фатима Газали, Вармазан Амару, Время новостей.